Образовательные учреждения Чувашии присоединились к всероссийской акции «Защитникам Отечества». Школьники и студенты написали письма, подготовили рисунки, чтобы поддержать военных, которые сейчас принимают участие в специальной операции на Украине. Наша съемочная группа наблюдала за процессом создания писем-треугольников в 22-й Чебоксарской школе имени Героя России, летчика Николая Гаврилова. На Украине Россия проводит специальную военную операцию, которая была крайне необходима, потому что еще в 2014 году фашистская гадина дополазла до земель Донбасса. Пока ребятам постарше, учителя в образовательных учреждениях проводят уроки мужества и объясняют, что сейчас происходит в мире, некоторые младшеклассники о ситуации на Донбассе знают из первых уз. У одного из учеников третьего кадетского класса этой школы старший брат сейчас проходит службу в Донецкой Республике. И мальчик надеется, что его письмо чудесным образом прилетит именно к нему. Вика Кириллова же готова поддержать боевой дух любого из тех, кто сейчас избавляет мирное население Донбасса от нацистского режима. Здравствуй, дорогой солдат. Я хочу пожелать тебе доблести в бою с опасным врагом. Ты настоящий герой нашей страны, вне зависимости от звания и возраста. Спасибо тебе за то, что храбро несешь свою службу. Надеюсь, что ты вернешься домой с победой, живым и невредимым. Слова благодарности, поддержки и добрые пожелания сейчас как никогда нужны нашим военнослужащим. Таких треугольников в одной только 22-й школе набралось около тысячи. А в акции принимают участие учащиеся образовательных учреждений Чувашии всех возрастов. Так что в итоге писем будет намного больше. Это не первая акция, в которой принимают участие школьники Чувашии. Ситуация, которая разворачивалась в Сирии пять лет назад и была сопряжена точно также ведением воинского контингента в эту страну, а также сопровождалась письмами поддержки в адрес наших военнослужащих. Поэтому здесь мы на протяжении всего месяца собираем эти письма. В рамках акции «Защитникам Отечества» написать письмо поддержки можно не только российским солдатам, но и жителям Донбасса. Открытки, письма и рисунки детей туда отправят вместе с гуманитарной помощью в ближайшее время.